всем привет у меня внезапно за последние несколько дней накопилось еще какая-то кучка покупок из икеи и фикс прайса и вот мне почему-то хочется про них вам рассказать надеюсь вам тоже будет интересно поехали у меня здесь сохранился чек из икеи и я буду какие-то цены называть наверное или все цены буду называть сейчас перед вами лежит рама из икеи вот эта серия нитья она самая дешевая вот этих рамок это идет 40 на 50 сантиметров у меня сейчас в процессе одна картина которая будет скорее всего оформлена в этой раме и почему я ее взяла потому что у нее была очень хорошая цена 149 рублей со скидкой это хорошо потому что раньше эти ну то есть по обычной цене эти рамы стоят дороже по моему рублей 200 наверное мне нравится то что она белая белую можно и так повесить она мне в интерьер хорошо подходит либо декорировать как угодно и выкрасить какой-то другой цвет что с яркими или темными рамами проблематично поэтому вот такая покупка довольно потом вот такой наборчик я купила форм вот здесь написано какие они и для чего они подходят я в таких форм очках запекаю что-то или какие-то запеканочки или маленькие пироги вот в этих маленьких стеклянных можно мне кажется даже какие-то десерты небольшие выкладывать те которые в холодильнике хранятся или маленькие типа пироженки тирамису делать или панакоту или еще что-нибудь в этом роде сейчас я открою посмотрим такая она небольшая и они для духовки подходят все с ними нормально у меня просто вот именно вот из этой серии микстур есть другая форма квадратная тоже небольшая отлично в них все запекается они абсолютно термостойкие классные формочки здесь 4 предмета как вы видите три вот маленьких и 1 такая длинная лодочка вот такую маленькую доску я взяла она действительно такая вот видите небольшая периодически покупаю такие пластиковые для рыбы или для мяса они лучше подходят и когда изнашиваются выбрасываю не люблю совсем знаете такие изрезанные какие-то изношенные доски тем более стоила она вообще какие-то копейки сейчас скажу она стоила 29 рублей вот эта доска и она плотненькая видите не тонкая то есть хорошая вот такой полпак для микроволновки взяла тоже периодически покупаю и меняю до этого я брала в ашане а вот эту дела в этот раз в икее и знаете она дешевле стоит какие она стоит 39 рублей а в ашане по моему рублей 60 вот а я не думаю что у них большая разница там в качестве все равно менять через какое-то время я обожаю всякие баночки для кухни и люблю очень люблю особенно стеклянные банки какие-то хорошего качества это мне показалось хорошего качества банка у нее толстое стекло и вот такая крышка которую конечно не сказать чтобы я очень любила но для некоторых например там для варенья или для еще каких-то таких жидких полужидких текстур такие банки хорошо подходят у них здесь уплотнительные такое колечко идет она снимается вот и в принципе плотно закрывается мне кажется даже если будет бултыхаться в ней что-то то не выльется такая баночка стоила 129 рублей потом купила 6 вот таких формочек для кексов силиконовых у меня также есть формочки из фикс прайса я ими пользуюсь и тоже довольно несмотря на то что вот эти дороже я их тоже захотела купить потому что они чуть чуть побольше размером скажем вот формочка из фикс прайса а вот из икеи она повыше и сам силикон у нее плотнее вот эти этот набор формочек здесь 6 штук стоил 149 рублей ну так же взяла такую лопаточку периодически покупаю лопатки мне нравятся именно икеевские не знаю что-то в них магия какая-то но они достаточно тонкие вот эта самая рабочая поверхность заостренная немножечко застрел немножечко кончик и очень удобные и вот такой именно лопатки которая с таким с прямым углом у меня такой не было также для кухни я купила 2 вот таких тарелочки это идет как десертная тарелка и я ее покупала в принципе для десертов скорее всего она небольшого размера она полностью черная и мне кажется это стильно и какие-то ну вот я ее размер показа мне кажется это стильно и какие-то яркие красивые десерты будут в ней смотреться сочнее ну мне так кажется в общем очень захотелось именно вот эти черненькие взять и взяла две штуки пока посмотрим как пойдет форма у них хороший размер хороший не стоили они по 79 рублей каждая ну то есть в принципе нормально сейчас кстати в икее на посуду насколько я помню идут скидки там до 30 процентов что ли ну на сайте можно подробно посмотреть поэтому если что имейте ввиду там есть самые разные цвета я люблю кстати однотонную посуду в основном если это какие-то бокалы то они должны быть максимально прозрачные если это тарелки до просто однотонные каких-то не знаю одной расцветки люблю или прозрачные или плотного цвета так не для кухни я взяла вот такие маленькие свечечки для того чтобы в аромалампе жечь мои свечки без запаха у меня были уже заканчиваются вот таких же без запаха я в икее не нашла точнее нашла но они были в большущем пакете и мне просто столько не надо и будут меня только напрягать вот этих мне 30 штучек тоже хватит надолго ты тут ванильный что ли запах какой-то но он был более-менее терпимый из всех остальные были вообще отрава как вот именно вот такие маленькие вот поэтому взяла эти 30 свечек стоили 129 рублей там такая нестандартная немножко покупка это маленькая подушечка она с каким-то синтетическим выполнителем наполнителя там достаточно и эта подушечка стоила 49 рублей я взяла три таких мне нужен скорее всего их наполнитель даже не сами подушки наполнитель потому что я хочу сшить новые такие подушечки на табуретке в кухню и мне нужно нужно было чем-то наполнять я хотела купить поролон но поролон нужной толщины вот у нас в том магазине где нашла стоит 400 рублей за квадратный метр это очень дорого как мне кажется так особо его нигде не найдешь фон не везде далеко продается с такими столкнулась но вчера увидела эти подушечки подумала что мне подойдет из них наполнитель придумаю в общем купила три таких надеюсь что все будет хорошо потом решила взять вот такие пакеты для мусора я попробовала потрогала мне понравились то что они такие плотненькие непрозрачные здесь 20 штук по моему 21 литр каждый пакет и стоили эти 20 штук 129 рублей вот для сравнения пакет из фикс прайса не гораздо более тонкие мешки для мусора и я купила размером больше чем нужно это не несколько неудобно поэтому фикс прайсовский будут так на всякий случай держать пока в основном пользовании эти киевские они конечно но по качеству заметно лучше так икея вроде бы все теперь немножечко покупок из фикс прайса взяла вот такой очередной силиконовый коврик у меня был прошлый давно его покупала но недавно случайно его изрезала ножом когда резала тесто вот и решила взять новый хотела купить в икее побольше размера но он там стоил 400 рублей тот который мне понравился и что-то мне показалось дороговато это для коврика которого я тоже может быть изрежу поэтому взяла вот этот за 49 кстати у нас фикс прайсе теперь все по 49 здесь на нем есть разметка если вы видите то есть какой-то диаметр можно высчитать есть линеечка то есть по сантиметрам можно как-то стандартизировать свои изделия вот поэтому надеюсь что нормально будет все в очередной раз дела вот такие хозяйственные перчатки здесь 10 штук они по размеру мне не очень-то хорошо подходят ну то есть они большеваты в принципе мне удобно ими я их использую основном при окрашивании волос вот они гораздо лучше чем те перчатки которые обычно кладут в краску и как-то не рвутся они в общем и иногда для некоторых видов творчества использую когда например прилепки если нужно чтобы не оставались пальцы отпечатки пальцев то тоже надеваю такие нормальные потом купила в этот раз пресс для чеснока мне показалось прикольный такой механизм здесь вот написано значит надавить прессом проворачивающими движениями измельчить вот здесь вот он этот чесночок оказывается в общем в этой чашечке ну посмотрим надеюсь что это будет самом деле так легко как они пишут мне показалось что должно быть неплохо потом фикс прайсе также купила вот такие перчатки уже более такие серьезные супер прочные на них написано для уборки вот чтобы без боязни работать с химикалиями я взяла м чтобы не слишком ну в общем не ремка нормально подходит рискнула взять вот такие восковые полоски slick magic не пробовала никогда здесь 8 полосок заявлено посмотрим у меня как-то все по заканчивалось все для эпиляции депиляции я вот в подружку ходила кое-что купила кстати покажу в следующем видео и вот зашла fix price тоже и увидела эти восковые полоски думаю ну дай возьму попробую в общем когда попробую обязательно расскажу или в пустых баночках или где ну то есть 8 полосок чё там не так уж долго они у меня будут и вроде как последнее купила такие салфетки бытовые влажные универсальные постоянно тоже мне почему-то нужны бывают где-то что-то вытереть чтобы не бежать не искать не отрывать кусочек сухой салфетки потом ее мочить и так далее очень удобно я надеюсь что они не будут сильно вонючие а давайте сейчас откроем посмотрим ну там обычные салфетки короче запашок конечно ну освежителем воздуха не очень то ну надеюсь что он хотя бы не будет стойкий в общем влажные салфетки нужная вещь для меня так на сегодня это все таки у меня были покупки надеюсь видео было сколько то полезным всем спасибо за внимание пока пока и что